Утром 31 июля митрополит Симферопольский Крымский Лазарь совершил в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе литью по погибшим во время взрывов в шахтах Луганской и Донецкой областей Украины. Владыки сослужили благочины Севастопольского округа, протеерей Сергий Халюта, председатель отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества, протеерей Всеволод Чаплин, духовенство Свято-Владимирского собора. Церковь Святая сегодня собрала нас под этот свод, для того, чтобы мы выразили, излили нашу скорбь и упросили Христа Жизнодавца упокоить тех, которые представились по случаю трагедии в селении равен. За богослужением молились руководители администрации президента Российской Федерации Сергей Нарышкин, глава Севастополя Владимир Яцуба, посол России в Украине Михаил Зурабов. Я хотел бы от имени россиян выразить искреннее соболезнование в связи с гибелью шахтеров в Луганске и Макеевке. Погибли наши братья, что Украина и Россия, украинцы и россияне, братские народы, братские славянские народы, единой веры. И Россия скорбит вместе с Украиной и желает выздоровления пострадавших. После богослужения представители власти и духовенства посетили парад боевых кораблей Черноморского флота Российской Федерации, посвященный Дню Военно-морского флота. В связи с объявленным трауром по погибшим шахтерам программу празднования значительно сократили, отменили праздничный концерт и салют. На кораблях в этот день не были подняты флаги расцвечивания. Командующий Черноморским флотом Российской Федерации контр-адмирал Александр Федотенков обратился к собравшимся с краткой речью, после чего объявил минуту молчания. Затем началась демонстрация возможностей боевой техники Черноморского флота. Подобную работу можно доверить только настоящим профессионалам, обладающим неопъемленными и обязательными доводовозакачествами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Черноморский флот – это часть Севастополя, без которой жизнь города невозможна, отметил руководитель администрации президента Российской Федерации. Мы сегодня еще раз увидели по отношению людей, по отношению жителей Севастополя, насколько внимательно они относятся к заботам флота, и что Черноморский флот в Севастополе – это кровь и плоть этого удивительного города. Вместе в скорби и радости день, объединивший траур по погибшим украинским шахтерам и чествовании российских моряков, стал ярким доказательством братства славянских народов Севастополя. Сегодняшний день очень хорошо показал, что люди и в скорби вместе, и в радости вместе. И вместе у них молитва и дело. Торжественные мероприятия завершились возложением цветов и венков к Мемориалу Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, телекомпания «Корсунь», пресс-служба Севастопольского благочиния. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова